Доброго здоровьи, уважаемые посетители канала! Очень интересный вопрос был мне задан. Петрович, а вы что, уже перестали голодать? Смотрите, я не перестал голодать, а как говорится, мой бронепоезд стоит на запасном пути, я его всегда применю. Так как кое-что в этом деле начал понимать, изучил свой организм и так далее. Так вот, смотрите, о чем я хотел бы с вами поговорить? Я хотел бы поговорить о семейной жизни и голодании, о половой жизни и голодании. Вот смотрите, мы встречаемся, влюбляемся, у нее своя микрофлора, у него своя микрофлора. И когда идет обмен, в результате интимной близости, эти микрофлоры становятся общими. Теперь смотрите, что я сам на себе почувствовал. Когда я отголодал 40 суток, моя микрофлора, особенно там болезнетворная была, вся, как бы сказать, стерта, ее не было там. И вот, буквально-таки при первой интимной близости, после нее я почувствовал такое впечатление, как будто я заразился каким-то венерическим заболеванием. Что такое, почему и так далее. То есть там по мочевому каналу пошло, все это там такое, неприятное явление. После голодания ты, знаете, чист, свеж, так сказать, вот-вот-вот-вот-вот-вот воздушен. И тут на тебе после всего этого вот такие вот вещи получаются. В чем феномен? А феномен в том, что вы свою микрофлору, патогенную, болезнетворную, устранили То есть она у вас нормализовалась, все вы здоровы, все прекрасно Жена, или если это жена была, муж У него осталась своя какая-то микрофлора Знаете, вот есть такое понятие, как условно-патогенная То есть условно-болезнетворная То есть человек вроде бы живет, у него имеется микрофлора, все там такое нормально И она как бы не мешает Но вот когда происходит вот такой вот контакт, вот эта условно-болезнетворная микрофлора Переселяется, так сказать, на ничем не засеянное поле Начинает там осваиваться Это выражается в том, что сначала организм встречает это как инфекцию и так далее А потом она расселилась, значит, все это уравнялось и все нормально И опять живете, как ни в чем не бывало Чтоб вы понимали Вот это одно И другое, значит, если вы используете Да, закончим мысль Значит, после длительного голодания, это, как правило, за три недели Вот такие явления могут быть И вы тут не пугайтесь, это не измена, а это вот такой вот феномен Поэтому, поэтому, желательно, если вы используете противопаразитарную чистку И живете вдвоем, или там семья у вас То желательно, чтобы вы ее использовали Оба, оба супруга Желательно и дети подключались Там просто дозировочку поменьше Чтоб у вас вот этого не было А то один почистился, все нормально, все хорошо и так далее, и так далее Хопа! Очередное, значит, интимное отношение И, пожалуйста, опять там Гардонеллы, там еще какое-то Трихиненеллы И прочие там грибки и так далее И стриптококки Страфилококки И всякая-всякая-всякая мразь Через-через Мочевой канал Опачка! И пошла Мочевой пузырь Вот он, пожалуйста, воспаление Бара-бара-бара-бара-бара-бара Значит, если вы чиститесь Противопаразитарная чистка Значит, чиститесь это Если вы Решили длительно голодать И при этом Сохранить Ну, будем говорить, семью То тоже вы должны понимать Что вы Обязательно встретитесь с этим Явлением Потому что там Минимальная какая-то Близлетворная микрофлора Которая имеется У мужа или жены Обязательно Начнет переселяться То есть Чтобы все смешалось Будет такой феномен И если вы Тогда Решились Заняться Голоданием Длительно Длительно То есть Естественно Об Интимных отношениях Но После длительных голоданий Если вы там Ну Трудно Рассчитывать на Какой-то положительный Результат То есть Вы будете Сталкиваться с таким Вот явлением Я еще Помню Приходил На передачу Джигурда Который поголодал Там То ли 45 суток То ли еще там Такого Он там показывал Фотографии И вот он сказал Либо я Занимаюсь Духовным И все Это значит Мирское Уходит Либо тогда Я духовным Не занимаюсь То есть Я Ну Как бы сказать Нормально Остаюсь Как обыкновенный Человек Но В эти сферы Особо Не вникаю Не лезу Потому что Для этого Надо отказаться От этой От этой жизни То есть Вот так Чтобы вы И то совмещали И это совмещали Такого не бывает И вся практика Духовного Значит Совершенства Подвижников Которые добились Таких Выдающихся Результатов Святых Они Половой жизнью Не жили Чтоб вы понимали Вот Либо этим Либо тем Ну Вот это я вам Хотел сказать Причины Возникновения Инфекционного Воспаления После Полового Акта После Проведения Длительного Голодания Чтоб вы знали Что Чё и как Так вот Немножечко Поговорим О Благотворительности Все люди Во все Времена Поддерживали Добрые Хорошие Начинания И если Вы Чувствуете Что Моя Работа Приносит Пользу Проявите Свою Благотворительность На Развитие Вот Этого Дела Которое Помогает Потому Что О здоровом Образе Жизни Настоящем Таком Каким Он Должен Быть Без Разного Рода Пилюлики Прочих Прочих Никто Не Говорит Только Здесь На Канале Об Этого Полноценно Во Всем Объеме И Углубленно Рассказывается Проявляйте Свою Благотворительность Щедрость Какую Вы Можете Сделать С уважением И пожеланием Доброго Здоровья Продолжение следует